В Ленинградской области позеленело Лемболовское озеро. Водоем приобрел яркий, насыщенный цвет. Скорее, это напоминает не воду, а всем известный газированный напиток Тархун. Почему озеро стало ядовито-зеленым, сейчас пока непонятно. Химикаты туда вроде бы не сливают, водоем вообще разрешен официально даже для купания. Но вот как в такой водичке сейчас плавать, не совсем понятно. Чтобы разобраться в причинах такого озеленения, скажем так, наши питерские коллеги взяли пробу воды и отправились в лабораторию. Так что будем ждать первых результатов. Вот такая интрига. Кстати, в переводе Лемболовское озеро означает «чертово озеро». Вот такая ирония судьбы. Может, именно нечистые силы причастны к загрязнению водоема. Ну а если подойти к этому вопросу с научной точки зрения, почему же Лемболовское озеро позеленело? Давайте сейчас обсудим этот вопрос с Андреем Пешковым, директором Всероссийского института природы, кандидатом биологических наук, заслуженным экологом России. Андрей Сергеевич, здравствуйте. Андрей Сергеевич, вы нас слышите? Я вас слышу хорошо. Отлично. Но какие есть версии, все-таки, почему озеро зазеленело? Наш корреспондент показывал, набирал в стаканчик эту воду. Она даже по текстуре немного изменилась. Вязкая, липкая и прям радикально зеленого цвета. Что же это такое? Ну, судя по тому материалу, который я получил, видео и фотоматериалу, совершенно очевидно, что налицо антропогенное загрязнение. То есть кто-то из, как вы выражаетесь, нечистых загрязнил чистое озеро. И на сегодняшний день мы можем констатировать до прихода анализов из лаборатории, химико-аналитической, можем констатировать факт того, что некая органическая жидкость, похожая по своей структуре и по поведению на нефтяную пленку, судя по всему, это какая-то краска, видимо масляная краска зеленого цвета, была кем-то слита в озеро. И образовалась пленка. Судя по всему, нужно просто после того, как будет понятно из лаборатории, состав, химический состав этого загрязнителя, посчитать объем, площадь загрязнения. И здесь уже дальше должны вступать в свои функции правоохранительные и природоохранные органы, которые должны посчитать ущерб, выявить загрязнителя и наказать его надлежащим образом. Андрей Сергеевич, но если это все-таки краска, как Вы предполагаете, какой ущерб нанесен озеру? Возможно ли его сейчас вычистить? Ущерб складывается в данном случае из двух моментов. Первое – это затраты на очистку озера. То есть нужно оградить бонами эту пленку, которая плавает и, как мы видим, растворяется достаточно неплохо в воде. Значит, по химическому составу мы должны определить, какой коагулятор или абсорбирующие вещества нужны для того, чтобы максимально извлечь из воды ту примесь, которая мы пока не знаем, ядовитая или нет, но в любом случае она недружественна окружающей среде и гидробионтам, которые в ней обитают, и, судя по всему, человеку тоже. Поэтому это вот первая часть, которую нужно посчитать с тем, чтобы определить ущерб. Вторая часть – это тот ущерб, который нанесен уже растворенной частью и той частью пленки, которая закрыла от доступа кислорода в водоем и нанесла таким образом ущерб поправимый или непоправимый биологическому сообществу, экосистеме. Андрей Сергеевич, мы, к сожалению, ограничены во времени. Большое вам спасибо. Будем разбираться в этой чудовищной истории. Ну и, конечно, надеемся, что озеру ничего не будет угрожать, его вычистят. Понять, почему же могло позеленеть озеро в Ленинградской области, мы пытались вместе с экологом Андреем Пешковым.